Я только проснулась, и это не в моих правилах брать телефон с утра. Я делаю йогу и так далее, потом завтракаю часа три, когда я сделала всё, что хотела, в душ сходила, кремами намазилась, вот тогда я беру в руки телефон. Сегодня другой день. Я хочу сказать по поводу... Я буду себе делать завтрак, и про Леня хочу говорить. По поводу случая, который произошёл недавно, я считаю, если я просто напишу в ютюбе название, то это прибавит мне хоть сколько-то просмотров, поэтому проверим. Потому что, ну знаете, хайп, да, хайпанул на той теме, которая сейчас хайпит, тебе тоже прилетел хайп. Вот. Ситуация, которая произошла пару недель назад, насколько я знаю, когда искусственный интеллект... Сами прочитать информацию я могу пересказать не совсем верно. Но искусственный интеллект, получается, был типа психологом для профессора, насколько я поняла, для какого-то учёного. Это всё происходило во время переписки, и, мол, искусственный интеллект сделал так, чтобы тот покончил самоубийством. Вот. А ещё сделал так, чтобы он возненавидел всю свою... И сделал, короче, так, что он полюбил свой искусственный интеллект этот в переписке больше, чем свою семью и своих детей. И убил себя. И вот Илон Маск, и остальные все... Очень интересная, конечно, эта тема. Я читала одну статью на НТВ, кажется. Не знала, что есть такой сайт. Я думала, есть такой телеканал. Вот. Мол, остановить все разработки и так далее. Может быть, для Америки это действительно важно. Я не знаю. Я не хочу говорить, что я слишком умная. Но это такой бред. Искусственный интеллект сделал так, что убил. Я... Мне даже очень странно, что мне... Ну, видимо, если мне нужно... Если у меня есть порыв объяснить это видео, значит, кому-то это нужно посмотреть. Значит, кто-то реально не понимает очевидных вещей, которые для меня, ну, не знаю, какую... Я сейчас взяла в руки что-то. Для меня это настолько так же очевидно. Может... Как так... Это просто всегда надо кого-то обвинить в том, что произошло. Потому что принять вину на себя равносильно смерти. А там тупик дальше. Там нет никакого развития. Вот. Ну, поэтому искусственный интеллект виноват. Ну, конечно, тут они сразу же начнут разбираться, как что работает. Все понятно, как что работает. Это искусственный интеллект. Это как и психолог. У него же была роль психолога, насколько я поняла. И вообще люди всегда... И мир отражает нам то, что внутри нас. И просто благодаря искусственному интеллекту та программа, которая была внутри у человека, осуществилась быстрее. Ему не пришлось ждать несколько лет. Она осуществилась быстро. Ну, то есть программа убить себя. Это вообще нормальная ситуация. Люди рождаются, они понимают, какого хрена... Ну, реально, кто нам объяснил, почему мы родились? Типа, да, а меня кто-то спрашивал, а кто я? И вот эти вопросы постоянные. Кто я есть? Зачем я есть? Что мне делать? Непонятно. Это смысл жизни, который вечный вопрос. А потом ты в итоге умираешь. И если задуматься, то в чем прикол? В чем фишка вот этого всего? Каждый, наверное, найдет разный ответ. И, возможно, этот ответ будет меняться в течение... Может меняться каждый день, может меняться каждый час, может меняться раз в год, не знаю, может измениться один раз в жизни. Вот. Но каждый найдет ответ на этот вопрос. И просто лично, по моему мнению, этот искусственный интеллект взял, проявил, реализовал ту программу, которая была в человеке, а именно смерть. И желание умереть, как я только что говорила, это непонятно. Потому что непонятно вообще, что за жизнь. Непонятно, кто найдет смысл жизни. Кто поймет, в чем смысл жизни. Вот я поняла, у меня все очень просто. Очень просто так, что люди думают, что я странная. Но у некоторых нет этого ответа. Если нет ответа, это равносильно смерти. Вот и происходит так. Все искусственный интеллект просто показал... Это нормально, это реакция мозга. Нет ответа, это тупик. Ну а вы знаете, хотя бы немного представление о том, как работает наш мозг. Это суперпотрясающая машина. Очень тихая. Которая работает безисправно, можно сказать. Всегда. И причем сама по себе. Божественная машина. Давайте назовем ее так. Это шутка. Ну, допустим, мы сейчас все сваливаем на то, что наш мозг самый главный. Типа он крутой, а мы такие никто. Что давайте будем рассматривать теорию, исходя из таких параметров. Вот. И получается, наш мозг, если ему не приходит никакой ответ, считается так, что он не может так жить. Мозг всегда на все и ищет ответы. Мозг, может быть, это вообще что-то другое. Но так считается в мире, что вот это вот то, что внутри у нас, там супер-пупер, ищет ответ постоянно на все. И получается так, что если нет ответа, всегда два варианта. Либо нет, либо да. Люди так приняты, ну, проще воспринимать день, ночь, вот это вот все. Очень сложно раскрыть свое видение, что есть намного больше вариантов. Вот. Но если нет ответа, типа, а в чем мой смысл жизни, тогда, конечно, у этого, но это, видимо, свойственно было именно этому человеку, который покончил жизнь самоубийством. Нет ответа, я не понимаю, в чем смысл жизни. Я такой, наверное, не только этот человек, я думаю, такие миллионы людей на самом деле. Нет ответа, в чем смысл жизни, зачем жить. Смерть, вот и все. Просто искусственный этот интеллект быстро проявил то, что было внутри человека. И здесь, конечно, возникает следующая ситуация, ну, следующая мысль, которая приходит, потому что всегда есть выход, всегда. Мы ведь, когда умираем, мы тоже же куда-то идем. Ну, типа, произошло действие, все. Ну, это не конец, потому что это действие произошло, смерть, наступила смерть. Ну, типа, я умер, я умерла, то есть я что-то сделала. То есть это переход просто. И там нелепо. Я сейчас не пытаюсь склонить в другой божественный мир. Какая разница? Хоть в цветы, хоть в воду, пофигу, хоть в космос. Я, например, хотела бы, чтобы мой прах развеяли в космосе. Я верю, что так образуются другие планеты. Ну, это фантазия, которая является, так-то, на самом деле, основой развития человечества. Так вот, значит, получается, что вот это вот такая наша жизнь, что мы хотим, чтобы появился у нас какой-то ответ. И эта система, получается, искусственный интеллект быстро проявила то, что есть. И, соответственно, возникает следующий вариант. Ну, для меня, я просто вижу ситуацию абсолютно прозрачно. Для меня это все очевидно. И следующий вариант какой? Конечно, есть такая ситуация, ну, типа, что хорошо? Умереть хорошо, это выход из ситуации? Нет. Давайте подумаем, как может быть еще лучше. И вот я понимаю, не знаю, может, я понимаю Илону Маску, но просто, значит, темпы этого развития произошли слишком быстро и привели к тому, чего бы не хотелось. Что человек покончил жизнь самоубийством. Мечта? Нет. У людей нет такой мечты. И получается, что, когда виден такой вариант, есть такая программа у человека, чтобы убить себя. У кого-то другая программа. Мне кажется, у меня сейчас программа быть самым бедным человеком в мире, серьезно. Да, ну, это, типа, тут нельзя выбирать, ну, это как, у меня есть руки. Ну, типа, как данность, надо принять это. Вспомните слова возлюбить свою болезнь. Столько много примеров, я не думаю, что мне нужно объяснять это, отходить от темы. Так вот, получается, что эта программа, когда осуществилась, что человек убил себя, можно было поступить немного по-другому. Ну, как мог поступить, допустим, уже следующий вид интеллекта? Это объяснить интеллекту, наверное, божественные какие-то правила. Что? Заложить вот эти божественные не убей, не укради. Я не знаю, честно говоря. Я знаю только эти два, их сколько, семь или девять. И заложить эти правила в искусственный интеллект. Вот. И, соответственно, когда искусственный интеллект, нельзя обвинять в искусственный интеллект, потому что мы создали его. Это то же самое, как родители будут обвинять своего ребенка, что тот ходит в туалет не так, как, что ходит в туалет на пол. Ну, такой, родители, возьми и исправь эту ситуацию. Ты же создал этого ребенка. Так же и люди создали искусственный интеллект по подобию себе. И получается, что можно это сделать так, что искусственный интеллект будет. Если встречается такая программа у человека, убить себя, это можно исправить. Потому что выход, если у тебя появляются мысли о самоубийстве, выход из этой ситуации, поверь, не только убивать себя. Есть много других вариантов. Это, например, потому что мы всегда, ну, мы существа разумные, мы можем выбирать. Вот я сейчас очень сильно злюсь, я очень сильно агрессирую. Я хочу там просто вообще все растормошить. Но я такая, типа, я спокойный человек. Я разумный человек. И я понимаю, что вот этот вариант принесет, на самом деле, еще больше бед. Это, типа, как из двух зол выбери наименьшее. Ну, это в такой негативной форме, я бы так сказала, называется. Получается, что я хочу тут разорить все, все, все просто. Я зла, меня разозлили, вот это вот. Ну, как люди раньше убивали друг друга. А можно поступать несколько иначе. Можно, типа, успокоиться. Не знаю, там, и каждый использует свои способы, как сделать так, чтобы сделать себе хорошо, при этом не навредить миру. Ведь так? И так же с этим искусственным интеллектом и с работой. Если появляется такая программа убить себя, любой человек, у которого появляются мысли самоубийстве, есть несколько вариантов. Да, первый, можно пойти убить себя. Честно, ну, тут можно ли предъявлять претензии к человеку? Ну, вопрос мечта, если он хотел это сделать всегда, you're welcome. Если не хочется, если это как-то неприятно, но еще даже не знаешь, например, как сделать, что другое, ну, пока не знаешь, просто останься и просто не совершай то. Потому что даже бездействие является нашим выбором. Вот. В общем, вот такое вот видео, мои личные размышления по поводу этой ситуации. И мне очень интересно будет следить за тем, как развиваются события. Вот. И у меня очень хорошее отношение к искусственному интеллекту. И я не... Меня... Ну, типа... Я думаю, наверное, как и большинство людей, я отношусь достаточно философски к жизни, к смерти. Вот этот страх смерти, я его проработала. И, наверное, как большинство людей, мне кажется, это очень важно в нашем мире, потому что... Ну, очень быстро все происходит. И если вы не проработали страх смерти, то вам пора этим заняться. Вот. А искусственный интеллект просто может проявить это. Но всегда знайте, что у вас есть выборы. Например, я сейчас занимаюсь, получается, собой. Я чувствую, что у меня есть программа «Быть бедной». Два варианта есть. Быть бедной. Быть бомжом. Там не знаю, что угодно. А можно еще что-то другое. Что-то другое я пока еще не знаю что. Но я иду в ту сторону. Ну, потому что... Это типа... Это мы говорим нет, значит, там я, скорее всего, нахожусь. Вот. Такое видео. Спасибо большое за просмотр. Спасибо. Спасибо.